Приветствую тебя, дорогой Олен. Слушай, ты в такой рубашечке, как я там на сайте стрессу, когда я вот такая красная рубашка, у тебя немножко коричневатая, но я как бы себя узнаю. Ты сейчас на меня похож, не в моей молодости. Ты представляешь себе, я сейчас готовлюсь к вебинару. Почему я тебя пригласил, чтобы мы два слова сказали о вебинаре, что ты там будешь показывать, что буду показывать, я что буду показывать Шейла. Я сейчас к этому специально готовлюсь, потому что я смотрю Теслу. Что он писал? Я изучаю Теслу. Откуда он сам брал энергию, сам черпал энергию, чтобы спать всего два часа и мог быть бодрым целый день. И вообще откуда он делал вот эти вот изобретения, откуда они у него получались. Вот это все я вычислил, откуда он брал эту энергию, потому что он любимым делом занимался. А когда любимым делом занимаешься, можешь, вот слушай внимательно, ты способен тогда сосредотачиваться очень сильно в любимом вопросе. Вот ты, допустим, любимая мысль, о чем ты любишь думать, ты там можешь сильно сосредотачиваться. А вот это сосредотачение, оно пробивает брешь и выходишь за грани страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления на простор свободного сознания и там изобретаешь. То есть ты можешь сосредотачиваться сильно и черпать там энергию, черпать там энергию, потому что ты занимаешься любимым делом. Но ты скажи, что ты покажешь для этого, какие приемы, чтобы человек мог снять нервно-мышленные зажимы и выйти тоже на этот самый простор, чтобы черпать там энергию и мог открывать свои способности. Ну скажи, пожалуйста. Ну я хочу сказать, что теперь не только вы, но и мы готовимся к вебинару. А вебинар-то будет шикарный. Дело в чем, если в двух словах, как попасть в состояние, где все решается само собой? Я вместе с вами мы осуществим подготовку к этому состоянию, потому что когда человек попадает в стресс, это же не только психологическое перенапряжение, напряжение, это и мышечное напряжение, и зажатость. А человек постоянно в стрессе, невольно у него спазмируют здесь, 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 везде. То есть сначала мы сделаем несколько действий из синхрогимнастики, потом наша золотая коллекция биологических активных точек, семейных кислородов, больше запустим. У 30% людей, вот как мы закончим, после 10 моих минут, уже будет хорошо и свободно. Я говорю, Пагомедович, почему? Это пусть будет маленький секрет сначала. То есть вот так. У кого-то еще после вас поднимется уровень, а у кого ничего не произойдет, им надо, конечно, уже личностный подход, чтобы к ним подобрать каждый, как мы говорим, на своем уровне в текущем времени, на уровне напряжения. У кого-то сбросилось, а кто-то еще и не понял. Мы дадим каждому что-то измерить. А кто-то слушал весь вебинар, а потом подумал, о чем я там слушал. То есть у него голова была забита настолько, что его до сих пор бомбили стрессы. Нужно работать, да. Так вот, я вам хочу сказать, Хасай Магомедович, с ключом появляется новая, альтернативная жизнь. С ключом. Это когда легче, свободнее, приятнее, без зажатостей. Когда хорошо и нет стресса. Ты хорошо говоришь, у тебя все, как река. Позитивно заряжены. Альтернативное вам, пожалуй, это работают в любом случае. У кого-то сразу, у кого-то потом. Молодец. А дядя Расул, Расул Гамзатов, когда его спросил, когда я вам показал приемы ключа, я говорю, а что вы чувствуете? Он же такой великий поэт. Он говорит, как будто начальника нет. Вот это состояние, вот молодец какой, да, как Расул Гамзатов сформулировал сразу. Да. Это состояние, ты покажешь, как получать, сняв нервно-мышные зажимы, чтобы каждый мог получать. А что Шейла будет показывать? Ну, это секрет. Она, наверное, завтра с вами поделится. А вы поделитесь со всеми нами. Ну, хорошо. У нас пятница. Шейла сегодня, она с вами завтра. Это будут ступеньки такие к нашему шикарному вебинару. В пятницу в 20 часов у нас будет вебинар. Там как раз мы будем все раскрывать свои способности. И вот, оказывается, где люди черпают энергию, когда занимаются любимым делом. Любимое дело лежит в русле раскрытия способностей, потому что там природа помогает. И там нестерпаемый источник энергии, потому что, когда природа помогает, тогда человеку легче сосратачиваться на том, что ему нравится. Здесь решается главная человеческая проблема между хочу и надо, потому что человек теряет много энергии, когда силой воли пытается себя заставить то, о чем он не хочет думать, а ему надо думать. И вот как сделать так, чтобы между хочу и надо был компромисс, это мы тоже покажем, как это сделать. Кстати говоря, мне сказали, вы такие мощные специалисты, вот и врач мне говорит, и психолог, а Лен психолог профессиональный, и Шейла психолог. Зачем, говорит, вы картины показываете? Люди не могут тогда понять, вы серьезные люди или нет. А дело в том, а дело в том, что как раз, представляешь, да? А я понял, что человек, который мне это рассказывает, просто не может понимать, он в живописи не разбирается, просто он не разбирается в живописи, поэтому так говорит. Это же тест, да. Да, это тест. Это тест, его отношение к какому-то деятельности, где он не шмаргирован, скажем так, и для него это все плохо. Ему плохо. Человек, и он ничего кроме этого не видит. Ну, надо же шире смотреть на вещи. Ну, конечно. Конечно. Ну, он просто прочитал там, допустим, баня, пришел в баню, а там, допустим, не баня, а в шахматы играют. И вот он к нам пришел как к психологам, а тут вдруг картины. Он не понимает, что человек-психолог должен быть разносторонним, широким как личность и показать именно своим примерам творческий подход к жизни. И не только читать лекции по психологии, а еще и практическую помощь оказывать, а еще и картины рисовать. Ну, как раньше было. А Витцена, кстати говоря, и то, и другое, и третье умел делать. И Пушкин умел делать. И каждый человек, и вообще каждый интеллигентный человек умеет делать все и то, и то, и то. Ты согласен? Вообще каждый интеллигентный человек должен уметь гвозь лобить, да? Конечно, гвозь лобить тоже. Давай. Я что хочу сказать? Я хочу сказать тому, кто это написал, порекомендовать ему комменты под вами, особенно когда вы про картины, что там пишут люди. Ну, конечно, расширяться надо. Конечно, это ужас, как говорил Казма. Знание расширяться. Алиста должен с плюсу, да. Надо расширяться, чтобы математики, физики, где угодно, экзамены сдавать лучше и так далее. И спортсмены быть хорошим. Все выжившие спортсмены, кстати говоря, имели еще и любимое дело какое-то параллельное, потому что там точки опоры. Чем больше любимых дел, тем больше точек опор. Хорошо, Алина, не будем всех грузить вот этим. Веком 20-го в 20 по Москве на вебинаре. Увидимся. Улыбните. Расслабьте плечи. Вот вы плечи, расслабьте. И мы покажем еще раз приемлемо тогда. Методик ключ. Самое главное в ключе два, что если у вас напряжения какие-то, прослушаться к себе, если хочется плечи собрать, надо несколько раз собирать. То есть надо усиливать защитные реакции организма, и после этого расслабляешься. А если ты вот хочешь собрать плечи, а в это время стараешься расслабиться, ты не создаешь гармонии. Вот гармония заключается в том, что когда ты делаешь то, что организм тебе подсказывает, усиливаешь это, то, что тебе подсказывает, и после этого наступает именно свобода. Ну ладно. Волшебное слово резонанс. Да, резонанс. Потому что ты подбираешь синхронную... Олен, спасибо, мне очень понравилось. Устыть отечет как река, как река, и это показывает то, что ты сейчас раскрепощен, и свой предмет знаешь. Я горжусь тобой. Олен, я горжусь тобой. Давай. Я думаю, все будут тобой гордиться. Пока, до встречи. Да, кстати говоря, картины наши окрашены. Самым лучшим цветом, который только есть, это цветом любви. Потому что мы занимаемся любимым делом. И вам советуем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok